Приветствую вас! Если вы можете, положая руку на сердце, сказать, что всё дело только в физиологической составляющей секса, если вы можете положить руку на сердце, сказать, что дело всего вам только в том, что вам физиологически не хватает секса, то есть у вас сексуальный тонус высокий, а у мужчины совсем более низкий, вот. То в таком случае, скорее всего, вы действительно сексуально незаместимы. Нет, выход, конечно, этим можно. Я думаю, что если вы будете жить вместе, то вы сможете заниматься сексом и каждый день. Дело в том, что не классическим сексом вы сможете заниматься, это уже вопрос заключается в том, насколько вас это устраивает. И если вас это не устраивает, то дело, скорее всего, не в сексе. Простите. Вот. Значит. Другое дело, что секс для женщины зачастую представляет из себя средство для того, чтобы почувствовать, что она желанна, что она важна. И здесь у нас с вами наблюдается подмена понятий. Вы говорите о том, что хоть что хотите с сексом, в действительности вы хотите отмешать подтверждение того, что вы желанны, что вы важны, что вы ценны для него и так далее. Об этом, в принципе, вы пишете сами в своем тексте. Я полагаю, что за этим может стоять ваша неуверенность в себе и сомнения в том, что вас можно любить и так далее, и так далее, и так далее. Хотя, произведение впечатления вы производите достаточно уверенно в себе женщины, но тем не менее. Если это действительно так, если действительно вы не уверены в себе, если вы действительно как-то сомневаетесь в том, насколько вы ценны для своего мужчины, если вы тем более боитесь остаться одна, к примеру, то вам в таком случае необходимо поработать именно над своей уверенностью и над принятием себя. Потому что, если вы себя сомневаетесь, значит, себя в глубине души вы обесцениваете. И мужчина в данном случае воспринимается как источник, внешний источник для того, чтобы компенсировать свое мировоззрение относительно себя. К сожалению, мужчина не может и не должен использоваться вами в таком ключе. Еще раз повторю, то, что я сказал, относится исключительно только к тому варианту, если у вас через секс реализуется потребность к собственной значимости. Если все дело не только в сексе, не в сексе. Если же дело именно в сексе, то тогда, тогда да, тогда тут только вот такие, такие варианты. Можно, конечно, поднять тему еще о том, что, ну, если вы его любите, он любит вас, то нужно принимать людей такими, как и они есть. Но, в этом случае, мне кажется, что принимать-то принимать, но себе вредить нельзя, категорически нельзя. Поэтому, если мужчина знает, что у вас сексуальные потребности, как бы, достаточно значимые для него, и он ничего не делает, чтобы удовлетворить, то можно поставить вопрос о том, насколько вы для него значимы. Потому что, все-таки объективно, за полгода, три раза секса, это все-таки мало. С учетом того, что вы, вам по тридцать лет. Вот. Вот, собственно, и без ответ на ваш вопрос. Другое дело, что вы нуждается в заботе и говорите, что у вас никогда не было такого заботливого, ласкового и любящего мужчину. И здесь, опять же, вопрос связан именно с тем, чего вы хотите. Нет ощущения, что вы этого мужчину именно любите. Нет ощущения, что вы его принимаете. Нет ощущения, что вы человека заинтересованы в этом человеке. Нет ощущения, что вы хотите для него чего-то. Нет ощущения, что вы готовы принимать от него ласку, любовь, тепло, заботу, секс. но и всё. Понимаете? Именно этим он вас привлекает. Может быть есть, кто интересовался, но вы её в своём тексте не раскрыли, к сожалению. Поэтому спросите меня, если я здесь ошибаюсь. Ну, у нас из информации есть только ваш текст, а поскольку вы аноним, то я даже историю ваших вопросов, чтобы получить ещё больше информации, посмотреть не могу. Таким образом, многое упирается именно в ваши потребности, в ваши ценности. Кто-то ради любви или ради любимого человека готов, в принципе, поступиться и своими сексуальными потребностями, ну, при условии, конечно, приемлемого, адекватного источника их удовлетворения. Кто-то этого сделать не готов. Всё зависит здесь от вашего выбора. Вот и всё. Я уверен, что вас никто не отсутит, если вы уйдёте от этого мужчины, просто потому что он не может вас сексуально удовлетворить. С другой стороны, для дворы сексуальная женщина может каждый мужчина, любой. Для этого совершенно необязательно даже иметь физическое здоровье, сексуальное я имею ввиду. Для этого достаточно, собственно, хотеть это сделать. А способ, как говорится, найдётся. С другой стороны, с другой стороны, то есть, если мужчина нервничает, говорит о наличии у него психологических проблем. И если вы скажете ему, к примеру, что делали инфекции, о том, что вы заботитесь о его здоровье и хотите, чтобы он побольше с вами прожил, и порекомендуете ему обратиться к психологу, для того, чтобы он не меняя свою работу перестал нервничать, то этим самым, возможно, вы сможете поспособствовать тому, что он свою потенцию увеличит. Ну, может быть, конечно, и нет, потому что здесь, как бы, многое зависит от, ещё раз повторюсь, сексуального тонуса, который у каждого человека свой, индивидуально. Вот, в принципе, и всё. Я понимаю, что вы сейчас хотите, чтобы мы вам подсказали что-то. Я понимаю, что вы хотите, чтобы мы сейчас за вас приняли какое-то решение, но нет, этого не будет, потому что мы не можем такие решения принимать, к сожалению, за вас. Ну, может и к счастью, не знаю, тут уже зависит, зависит тоже от точки зрения. Мы психологи. На этом, я думаю, всё. Вроде бы я ничего не забыл, всё же, всё, что хотел сказать. Сказал, дальнейшее зависит только от вас. То есть, если у вас проблемы около сексуального характера, то я рекомендую обратиться к психологу. Если у вас проблемы именно сексуального характера, я рекомендую вам их принять и активно заняться их реализацией. По сути, поставив мужчину, возможно, перед фактом. То есть, либо ты меняешь работу и больше, соответственно, внимания и сил имеешь на меня, да, в плане сексуальном. Ибо, прости, я без секса не могу так говорить, ничего страшного в этом нет. Либо ты идёшь к психологу, да, вот, и, соответственно, работаешь с ним на тему того, чтобы не нервничать и тем самым, как бы, улучшив свою потенцию. Вот, либо ты удовлетворяешь меня каким-то другим способом, да, и любым способом вообще мне, в принципе, всё равно. Либо мы с тобой расстаёмся. Вот, всё, в принципе. Я думаю, что вы, проведя в отношениях полгора, в принципе, имеете право поставить вопрос именно так, потому что, потому что, ну, ситуация просто не будет меняться, мужчина не станет больше хотеться, это точно. Вот, если же проблема не сексуального плана, да, то вам нужно обратиться к психологу, потому что эта проблема не сексуального плана, налаженная и хорошая сексуальная жизнь не решит. Также я рекомендую задуматься о том, что вообще такое для вас секс, и нет ли здесь тоже чего-то психологического. Но рекомендую вам особо этим не увлекаться, потому что эта тема, ага, глубокая, достаточно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задавать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.